Потребление 57 литров в день оливкового масла первого отжима может снизить вероятность развития ишемической болезни сердца на 37% и частоту серьезных сердечно-сосудистых событий на 30%. В двух больших исследованиях, за которыми наблюдали в течение 24 лет, была обнаружена обратная связь между потреблением оливкового масла и частотой сердечно-сосудистых событий после поправки на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. По сравнению с теми, кто не употреблял оливковое масло, у тех, кто потреблял больше оливкового масла, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 14% ниже, а риск ишемической болезни сердца на 18% ниже. В США среднее потребление оливкового масла составляло 12 грамм в сутки, в то время как у средиземноморских популяций среднее потребление оливкового масла на исходном уровне достигало 40 грамм в сутки. Результаты проведенных исследований предоставляют дополнительные доказательства того, что оливковое масло связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых взрослых людей в США. Результаты согласуются с предыдущими исследованиями, показывающими, что потребление оливкового масла обратно связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями среди населения Средиземноморья. В исследовании в Испании каждое увлечение потребления оливкового масла на 10 грамм в день ассоциировалось со снижением риска ишемической болезни сердца на 7% после 10 лет наблюдения. Результаты исследования продемонстрировали, что средиземноморская диета с добавлением оливкового масла первого отжима снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 31% в популяции с высоким сердечно-сосудистым риском. Во вторичном анализе исследования при увлечении общего потребления оливкового масла на 10 грамм в день риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 13 и 16% соответственно. Регулярное потребление оливкового масла также было связано со снижением риска ишемической болезни сердца на 44% после 7,8 лет наблюдения за итальянскими женщинами, пережившими инфаркт миокарда. Недавний метаанализ исследований случаев контроля когортных исследований и интервенционных исследований показал, что эпидемиологические исследования постоянно демонстрируют связь между потреблением оливкового масла и снижением риска инсульта, а также инсульта и ишемической болезни сердца вместе взятых. Продолжение следует...